Арсений Благонравов, рязанский парень из интеллигентной семьи, попавший на фронт, едва закончив школу. Его история о бытовой повседневной стороне войны, о том, как проходят будни солдата, в чем ежедневные сложности и как с ними справляться. Все письма бойца. Их сохранилось 150. Хранились треугольнички в семье красноармейцы до тех пор, пока не оказались в руках у Александра Анитова и Евгения Баранцева. Это довольно уникальный случай, чтобы один человек в таком количестве рассказывал о событиях, происходящих на войне и о коловоенных событиях. Соответственно, имея такой клад на руках, вот это количество писем, мы решили написать книгу. После презентации книги история получила новое развитие. Авторам предложили книгу экранизировать. Команда, по словам Евгения, собралась сама собой. Вышли на режиссера, затем познакомились с актером, который подошел на роль главного героя. Затем отозвались реконструкторы. Они консультируют съемочную группу относительно антуража и костюмов. Основная проблема заключалась в том, что в отличие от крупных киностудий, мы не можем платить деньги нашим сотрудникам, нашим коллегам, которые с нами работают. Поэтому проект, в общем-то, такой основанный на энтузиазме людей. Поэтому в нем собрались энтузиасты. Но при этом эти энтузиасты очень хорошие профессионалы, каждый в своем деле. Фильм, основанный на документах и реальных событиях, одновременно является и расследованием. Авторы книги продолжают поиски следа пропавшего без вести Арсения Благонравова. Недавно они вернулись из Кольского полуострова. Там прошел последний бой Арсения, зафиксированный в письме. Будет в фильме и художественная часть. Это документально-художественный фильм. То есть там будут художественные элементы и элементы документального расследования. Начали мы снимать весной. По сценарию как раз у нас одна сцена выходила, что она как раз весенняя, боевая. Там, значит, у нас действия происходят в землянке. Там спецэффекты, взрывы и потом компьютерная графика наложенная. В общем, всего очень-очень много. Пандемия внесла свои коррективы в съемочный процесс. Но к концу этого года в планах авторов показать общественности тизер фильма. Марина Комиссарова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».